Эндокринная система Эндокринная система Роль эндокринной регуляции Какие железы относятся к эндокринной системе? К железам эндокринной системы относятся эпифиз, гипофиз, щитовидная железа, тимус, надпочечники, поджелудочная железа, половые железы. Что и куда выделяют железы внутренней, внешней и смешанной секреции? Железы внутренней секреции, гипофиз, поджелудочная железа, половые железы и другие выделяют гормоны в кровь. Железы внешней секреции, пищеварительные, молочные, слезные, потовые и другие выделяют вещества, которые через специальные потоки выводятся на поверхность тела или в полые органы. Железы смешанной секреции, поджелудочная железа, половые железы, функционируют двояко. Например, поджелудочная железа содержит два типа секреторных клеток. Они вырабатывают пищеварительный сок, который выделяется в 12-перстную кишку. Вторые – гормон инсулин, который поступает в кровь. Как взаимодействуют нервная и гуморальная регуляции? Нервная и гуморальная системы дополняют один-одного. Нервная система оказывает быстрое, экстренное, а гуморальная – более медленное, но длительное влияние на работу одних и тех же органов. Примером взаимосвязи между нервной и гуморальной видами регуляции может служить гипоталама-гипофизная система. Гипоталамус – это отдел промежуточного мозга, улавливает уровень концентрации гормонов в крови и в зависимости от полученной таким образом информации о работе желез внутренней секреции, посылает нейрогормоны и нервные импульсы гипофизу – это железа внутренней секреции, регулируя его работу, а гипофиз, в свою очередь, работу других желез внутренней секреции. Какова функция гипоталамуса? Гипоталамус – особый отдел промежуточного мозга, который является центром регуляции эндокринной системы, центром регуляции вегетативной нервной системы и центром регуляции потребностей и эмоций. Каковы основные свойства гормонов? Гормоны обладают специфичностью, то есть действуют на строго определенные органы или клетки, и высокой активностью, то есть оказывают воздействие в ничтожно малых количествах. После своего действия гормоны разрушаются. За счет этого создается возможность для следующего гормонального действия.